Биткоин прямо сейчас вырвался выше 8 тысяч долларов, и вопрос, который все задают, а является ли это началом бычьего забега 2020? И возможно ли достичь уровней в 9 и даже 10 тысяч еще до халвинга? Кстати, если вы не видели сигнал индикатора, который предсказал этот памп, посмотрите мое крайнее видео «Биткоин. Сигнал на покупку», который я выложил 27 апреля. Очень познавательно и интересно. Будет ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Ребята, сегодня мы поговорим о конкретных ценовых целях биткоина, а также о моем конкретном плане, о том, как я вообще собираюсь сейчас действовать. Со всем этим я с вами поделюсь. И ребята, будьте готовы к статистике, которую я вам сегодня покажу и которая может объяснить такой памп биткоина. Фактически, это одна из самых больших причин этого роста. Также я покажу вам историческую новость. Все 75 центральных банков мира урезали процентные ставки в 2020 году. Что это значит и как это повлияет на цену биткоина в преддверии халвинга. Обо всем этом мы поговорим в этом видео. Поэтому убедитесь, что вы настроены внимательно его досмотреть до конца, что у вас есть горячий чай и печенье. А также поставьте лайк этому видео, это помогает каналу расти. А хотя, знаете что? Давайте я позволю себе обнаглеть и попрошу у вас 8758 лайков. Именно столько сейчас стоит биткоин. Это конечно нереально, но было бы забавно попробовать. А меня зовут Богатейший Ди. Если ты не подписан на этот канал, обязательно подпишись и погнали. Это 4-х часовой график цены биткоина. Вы можете заметить, что биткоин до сих пор находится в разворотном паттерне, который называется Bump and Run, который можно найти даже в учебнике. Как он работает? На графике формируется яркий нисходящий тренд. Затем следует резкое падение и достаточно длительная проторговка. После этого цена резко взлетает. Обязательно заново тестирует нисходящую линию и потом летит вверх. Как мы видим, биткоин работает прямо по учебнику, поэтому каковы же его цели? Это многих волнует, фиксировать прибыль сейчас или подождать. Давайте посмотрим на уровни Fibonacci. Давненько я их не использовал. Как мы видим, биткоин пытался преодолеть золотое сечение. Уровень 0,618 по Fibonacci и сделал это успешно. И ребята, я хочу вам сказать, что это историческая точка для биткоина. Потому что в этой же точке, где было золотое сечение Fibonacci, мы видим, что обе средние скользящие, 100-дневные и 200-дневные, сошлись вместе. Выступая сильнейшим сопротивлением, которое было пробито. И сейчас, похоже, они будут становиться поддержкой. Но почему же это исторический момент? Да потому что, посмотрите, они нигде не сходились и не двигались вместе, а теперь они фактически являются одной линией. И причина этого в том, что на протяжении и последних 100, и последних 200 дней цена биткоина в среднем составляла около 8000 долларов. И это просто отлично для биткоина. Почему? Потому что если мы посмотрим на сток-то-флоу модель для биткоина, это соотношение его запаса к потоку, то есть соотношение количества всех биткоинов, которые когда-либо будут созданы, количество уже циркулирующих монет. Я уже когда-то вам в нескольких видео эту модель показывал. В общем, если мы на нее сейчас посмотрим, то увидим, что прогностическая модель, которая здесь обозначена сиреневой линией, предполагала цену биткоина именно 8000 долларов плюс-минус. И это та самая цена, которая в среднем и была у биткоина на протяжении 100 и 200 дней, исходя из того, что эти две средние скользящие сейчас двигаются в унисон. Это просто невероятно. И это просто отлично для биткоина. Я прошу вас, пересмотрите этот отрывок видео еще раз и просто осознайте, что здесь происходит. Биткоин халвинг будет уже через 12 дней. И что же случится потом? Что нам говорит эта модель? Дефицит биткоина увеличится, после чего будущая инфляция биткоина будет уменьшена вдвое, что увеличит его собственную ценность и что просто ну должно сказаться на его цене. Так какие же ценовые цели прогнозирует эта модель? Цена биткоина на протяжении следующих двух лет, включая 2020 и 2021 годы, должна подняться. И уже в июне 2021 года достичь отметок выше 90 тысяч долларов. Но есть еще один момент, который очень важен. Давайте откроем недельный график биткоина и активируем индикатор EMA Ribbon. Он тоже доступен всем бесплатно на TradingView и вы можете им пользоваться. Мы видим, что цена биткоина сейчас находится выше всех этих уровней. Но есть обязательное условие продолжения растущего тренда. Во-первых, недельная свеча должна закрыться выше этих уровней, а после успешно протестировать их снова. Потому что мы уже несколько раз видели, как можно поспешить. Вот здесь цена тоже ушла за уровни, но из-за коронавирусной паники ретест этих уровней прошел неудачно и медвежий рынок продолжился. Перед этим мы тоже видели неудачный ретест из-за событий в Китае. Поэтому если наша недельная свеча закроется ниже этих уровней, это будет обозначать продолжение падающего тренда. Это очень важно и за этим нужно следить. Теперь я хочу показать вам, как этот индикатор показывает настоящий бычий забег. Такой, как в 2017 году, например. Смотрите, цена закрепилась выше уровней EMA Ribbon. Затем у нас был удачный ретест, что заставило цену расти. Далее мы видим множество таких тестов уровней EMA Ribbon, и все они оказались удачными. Это привело к невиданному булрану, вплоть до 20 тысяч долларов. И если мы сейчас повторим все это, то на протяжении следующих 12-18 месяцев биткоин удивит всех очень сильно. Конечно, нам придется еще обратить внимание на финансовый кризис и как он повлияет на биткоин. А самому биткоину придется еще отвязаться от финансовых рынков, чьи движения в последнее время он любит повторять. В любом случае, биткоин лично для меня сейчас выглядит очень позитивно, поэтому я хочу показать вам еще одну причину, почему он за несколько дней вырос на целую тысячу долларов на момент записи этого видео. Этот оранжевый график обозначает предложение биткоина на биржах. Как мы видим на графике, предложение биткоинов падает, и причем очень значительно. А вот предложение USDT, токенизированного доллара, на биржах наоборот растет. По факту, предложение USDT находится на исторических пиках. Из этого мы делаем вывод, что высокий спрос на биткоин совпадает с его исторически низким предложением. Дело в том, что такого низкого предложения биткоинов не было с июня прошлого года. С начала этого года предложение биткоинов только сокращалось, в то время как предложение USDT только росло. Что является значительным показателем того, что покупатели на рынке имеют куда большее давление, чем продавцы. И мы видим результат этого на графике. Рост цены биткоина. Кстати, я оставлю ссылку на этот полезный ресурс у себя в телеграме, ссылку на который вы можете найти в прикрепленном комментарии. Тавтология получилась, ну да ладно. А теперь о моей основной ценовой цели биткоина. Конечно же, это 10500 долларов, исходя из паттерна Bump and Run. У нас в прошлом году был точно такой же паттерн, просто копия сегодняшнего. И там тоже цена преодолела крайнюю вершину, причем достаточно быстро. Поэтому этот паттерн очень сильный, сейчас он тоже отыгрывает. Будет интересно увидеть, отыграет ли моя дерзкая цель в 10500 долларов. Как вы думаете, пишите в комментариях. А теперь, прежде чем мы перейдем к большому историческому событию с большими последствиями, я попрошу вас с большим напором перейти на мой собственный ресурс, который я развиваю уже почти два года с командой разработчиков. ExchangeSumo.com Если вы хотите поменять валюту, что сейчас очень актуально, учитывая, что люди переходят на дистанционную работу, милости прошу в моем сервисе. Здесь можно поменять абсолютно все, а такого выбора криптовалют ни один другой агрегатор вам не может предложить. Ссылка на него будет в описании и в прикрепленном комментарии. Пользуйся ExchangeSumo.com Поддержи богатейшего Ди. Большое тебе спасибо. А теперь последняя новость, которую я хочу вам показать. Сайт TheMarketEar показывает различную метрику и статистику. И то, на что я хочу обратить ваше внимание, это вот эта диаграмма. 75 центральных банков по всему миру урезали процентные ставки в 2020 году. И если мы изучим эту таблицу, мы увидим, что есть только три исключения. Киргизстан, Казахстан и Дания. Кстати, привет тебе большой, если ты из этих стран. Все остальные же банки сократили процентные ставки, а некоторые значительно. США, Канада, Объединенные Арабские Эмираты и даже моя страна в этом списке есть. Украина. Что вообще это значит простыми словами? Это значит дешевые деньги. Дешевые деньги для поддержки рынка. Дешевые деньги для раздувания рынка. Если это будет так продолжаться, нас ждет большой шок. Лично я думаю, что финансовые рынки все еще ждет куда больший обвал, чем мы видели недавно. Поэтому биткоину обязательно нужно отвязаться от их линии поведения, если мы хотим, чтобы он вырос и вырос значительно. Потому что если я смотрю на прогнозы для ВВП, если я смотрю на заявки о безработице, которые во многих странах бьют рекорды, особенно в США, если я смотрю на фундаменталы и так далее, я просто не могу не ожидать беспрецедентный крах финансовых рынков. А то, что мы видели в марте, была просто репетиция. Если вы хотите видео о том, что, как и почему может произойти с финансовыми рынками в ближайшем будущем, обязательно напишите комментарий об этом и поставьте этому видео лайк. Все, это второе видео на сегодня, и я устал как собака. Меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. И обязательно богатейте. Здоровья вам и вашей семье. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»